Люберцы растят чемпионов. Уже не один люберецкий самбист завоевал призовое место на соревнованиях области и страны. Юрий Рогачев стал бронзовым призером на первенстве России. О том, как готовят чемпионов в округе, смотрите в нашем сюжете. Подготовка к тренировке начинается уже в раздевалке. В самбо важно даже, как завязан пояс. Это первое, чему учат борцов. Пояс должен крепко держать кимоно, но не сковывать движений. Ну, чтобы пояс не развязывался. Самый распространённый – это вот. Теперь можно приступать к приветствию и разминке. Равняйсь смирно. Направо. Самбо или самооборона без оружия разделилась на два направления – спортивное и боевое. Тренер Андрей Лицко готовит спортсменов по боевому самбо. Сам он мастер спорта по дзюдо и боксу и кандидат в мастера спорта по самбо. Боевое – там практически можно бить любыми частями тела, коленей, головой, воктями. В боевом самбо есть удушевающие. В спортивном их нет. Спортивное самбо – это борьба. В боевом основные приёмы – удары. Поэтому важна защитная экипировка. За защитный шлем для защиты головы и височной части, специальные перчатки для защиты рук от травм и накладки на ноги для защиты голени и голеностоп. Именно по боевому самбо стал призёром Юрий Рогачёв. Спортсмену 18 лет. Он стал первым на отборочном турнире и третьим в первенстве России. В своём последнем бою я победил благодаря передней подножке. В спортивную секцию Юрия Рогачёва привели родители в 6 лет. И юноша полностью увлёкся самбо. Четыре года назад выбрал боевое направление. Больше нравится руками махать, ногами. Побольше адреналина испытываешь на соревнованиях. Чтобы достичь каких-то результатов, надо очень много тренироваться и не жалеть себя. Спортсмен тренируется пять раз в неделю. Всё лето проводит на сборах. Помимо самбо, занимается рукопашным боем и дзюдо. Боевые искусства воспитывают волю к победе. Прежде всего характер. Я детям стараюсь дать именно то, чтобы не сдаваться. Даже если он потом не будет заниматься самбо, характером он как бы останется. Главная цель спортсменов – стать мастерами спорта и завоевать олимпийскую медаль. Самбо планируется вести в число олимпийских видов с 2028 года. Анна Слайковская, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ.